Девушки отдыхают И все это как-то неестественно крипово Я вот, например, себе психушку не так представляю Так, с тобой можно поговорить? Нет, просто Элвис просто ходит по психушке Ну бывает Заврядоватник Еще и свет выключается А ты помнишь, да, что она, ну, сакуха Она боится замкнутых пространств А так, когда еще и темно Это вообще дичь И мне кажется, мне R1, L1 придется тут нажимать Вообще сумасшедшей какой-то скорости Здравствуйте Я подожду вас здесь Хорошо, спасибо Да что ты, черт вообще Ну допустим Здравствуйте Я следователь Карла Валентия Из полиции Нью-Йорка Я бы хотела задать вам несколько вопросов Если вы не против, разумеется Так, а видения В вашем деле я прочитала, что вас часто посещают некие видения Вы не хотите мне о них рассказать? Зачем вы взяли на себя труд меня навестить? Следователь Валентия Я, знаете ли, сошел с ума Все, что я скажу, не имеет смысла Разве не так? Убедитесь Возможно, я найду в этом смысл Энтон, расскажите мне все, что вы знаете Мужчина и женщина В прачечне Она полноватая Латиноамериканка А он У него в глаз воткнут нож Откуда вы знаете? Я был там Я вижу его глазами Я присутствовал при всех убийствах Я был там Кто? Кто убийца? Никто не знает Его никто не видит Он не оставляет следа в людской памяти Но я знаю Я-то знаю, что он есть Он среди нас Незримый Он повсюду Так, прачечная Что произошло в прачечной? Жертвоприношение Человеческое жертвоприношение Убийца И его жертва А он что, чернила жрет? Почему у него рот синий? Так, почему? Но почему происходят эти убийства? Почему эти люди умирают? О, мир совсем не такой, как ты думаешь Оранжевый клан тайно всеми управляет Они следят за нами Они слушают наши разговоры постоянно Они записывают то, что ты говоришь Они знают, что ты делаешь каждую секунду Они повсюду Так, убийца Как это связано с убийствами? Они хотят безграничной власти Они хотят ответа на вопрос жизни Они хотят жить вечно Энтон, мне нужно идти Спасибо вам за помощь Почему? Уже слишком поздно Мы все умрем от холода Это будет конец человечества Конец человечества А почему мы с ним? Там еще был как минимум один вопрос Что? О Стены камеры покрывают сотни нарисованных спиралей Почему он так одержим этим символом? Почему он краску жрет? Вот в чем вопрос Че ты меня смотришь? Смотри, он не совсем как гастукан сидит Почему мы с ним не договорились, что время вышло? Почему ограничено количество вопросов? Я отведу тебя к... Черт! Похоже, сейчас это серьезно Похоже, наш запасной электрогенератор не включился Ничего, пройдет Иногда мы ждем пару минут Подождем пока здесь Тан-тан-тан О, черт! Двери камеры Все камеры открылись Наверное, перебой с электричеством Повредили автоматическую систему закрывания дверей Что? Вы хотите сказать, что пациенты могут выйти из камер И ничего... Не двигайтесь Не шумите Мы же не хотим, чтобы они нас тут нашли Просто стойте спокойно Мы подождем, пока дадут свет Успокойтесь Подойдите ко мне Санитар Ёптау, налево голый бежит Так все и закончилось Я не смогла справиться со своим страхом И в результате меня убили Я так и не выяснил, что произошло в той эст-энской забегаловке Холодной январской ночью Я пытался попятиться к нему Я пытался отойти к нему назад К санитару Потому что он-то профессионал в этом деле Но давай заново Блин, ну это капец Сколько он уже окон потом открывал С каждым перезапуском Так, идем О нет Он приближается Он уже так близко Замри, Карл Не двигайся Не отрежи Он уходит Можно идти дальше Он прямо там Как это получилось? Надо было стоять Не двигаться Надо было стоять Не двигаться Ну блин, как бы Ты же понимаешь Что стелс в таких условиях Это прям вообще Фу О нет Он приближается Он уже так близко Замри, Карл Не двигайся Не отрежи Он уходит Можно идти дальше Он прямо там Видишь Я на самом деле Сейчас не могу двигаться А нет, могу Вправо-влево Не могу смотреть Он уходит Можно идти дальше А че они все одинаковые? Ты видишь Все психи одинаковые Все голые по торс И тише Псатише А вот это уже другой Ходу Ходу Открой дверь Барни Барни Открой А может Кто не закроет дверцу? Слава богу Вы выбрались Не знаю Что случилось Автоматическая система Открыла двери Всех камер Вы не ранены? С вами точно Все в порядке? Отлично Барни Отлично Обожаю играть В прятки В темноте С кучкой Убийц Психопатов Так Музей 30.01 Этот ученый Из телепрограммы Был моей последней надеждой Не знаю Как племя Майя Связаны с тем Что со мной случилось Но тогда я был готов Выслушать любое объяснение Которое придало бы Хоть какой-то смысл Тому кошмару В который превратилась Моя жизнь Здравствуйте Я журналист У меня встреча С профессором Курякиным Профессор вас ждет Знаешь Еще минус Вот этой всей графики Плохой Не в том Что она просто Ну неприятна глазу А в том Что мимики Лица не хватает Да То есть Ты не видишь Реальные эмоции На лицах персонажей И Тебе приходится Додумывать По Интонации Озвучки Да Насколько им страшно Сейчас Или Наоборот Там весело Потому что Тут Ну смотри На это выражение Лица ему пофигу И Конечно Глазами тут Роди как бы Делают ему удивление Но Или страх Но в целом Это не то Не то что сейчас Делают Голова статуи Дзаммы Найденная в Чебас Так Можно я древности Поизучаю Фасад храма Жертвоприношений Происхождение Юкатан По-моему В Юкатане Зала Рокрофт Были Зайти нельзя Ну ладно Давайте поговорим Нет Голова статуи Дзаммы Найденная в Чебас Как они делали Ты представляешь Такую башку Сделать Вручную Это же годами Выбивали Из огромного камня Годами Может всю жизнь Кто-то это делал Профессор Курякин Да Меня зовут Джон Каннингем Мы разговаривали По телефону И я журналист Собираю информацию Для статьи О религии майя А Да Я вас ждал Молодой человек Напомните Для какого издания Вы пишете Он нас раскусил Раскусил Я пишу для National Geographic Пипец Забавно Ваше лицо Кажется Мне знакомым Мы с вами Раньше Не встречались Шутка Да Со мной Такое часто бывает Наверное У меня Такое лицо Которое Всем кажется Знакомым На самом деле Да Он даже Так напоминает Давайте С чего Вы хотите Начать Вы можете Рассказать мне О Квечне Тлане Конечно Пойдемте Я покажу Мы русские Такие подозрительные Вот он нас Подозревает Постоянно Ну тоже Видишь Как резко У него поднялось Подозрение Каменная Стелла Из Поленко Средние века Да Пожалуйста Подойди К нему Вы видите Перед собой Древнего Бога Мая Квечне Тлана Двухголового Змея Одна Голова Смотрит В этот Мир Другая В другой Оракулы Мая Открывали Обе Его Пасти И могли Видеть Через Змея Другой Мир Так Мысли Двухголовый Змей Головы Смотрят Друг На Друга Я Вырезал Его На Своих Запястьях Так Что Вы Не Объясните Что Это За Другой Мир Мир За Гранью Нашего Царства Богов И Мертвых Мои Верили Что Человеческие Жертвоприношения Позволяют Слышать Голоса Умерших И Предвидеть Будущее Мне кажется Это очень много Кто И какие Из религий Это делают Итак Давай Об оракулах Поговорим Что Конкретно Нам известно Об этих Оракулах О Совсем Немного Они Очень Таинственные Это Мистические Посредники Которые Позволяют Человеку Связываться Со Сверхъестественными Силами Если Верить Текстам Майя Оракулы Обладали Тайной Силой Какой Силой Обладали Эти Оракулы Некоторые Тексты Упоминают Чудесную Жизненную Силу Благодаря Которой Оракул Живет Несколько Столетий Скажите Как Проводили Обряд Жертвоприношения Пойдемте Я покажу Что-то Мне подсказывает Что он сейчас Покажет нам То что Мы делали Ну да Вон Видишь Оракул Управлял Руками Другого На рисунке Который Датируется Первым Веком До нашей Эры Изображен Обряд Жертвоприношения Огония Жертвы Должна Была Быть Долгой Главное Держать Пасти Змеи Открытыми Как Можно Дольше Жертву Ударяли Ножом Три Раза Каждый Удар Перерезал Одну Из Легочных Артерий Ведущих Прямо К сердцу Ну это да Это чисто Наша История Так Оракул Убивает Жертву Убивает Не Оракул О О Оракул Ни в коем Случай Не должен Осквернять Себя Чужой Кровью Поэтому Он Выбирает Посредника Совершенно Случайно Обычного Человека Этот Человек Становится Палачом Оракул Полностью Контролирует Палача Управляя Им На расстоянии Так Палач Что происходит С палачом После обряда После выполнения Обряда Жертвоприношения Он сходит С ума И убивает Себя Жертвоприношения Майя Вот что это Видишь Я же говорю Он себя не добил Вы не Журналист Так Кто же Вы Да вы Правду ему Скажем Он же ученый Меня зовут Лукас Кейн Полиция Ищет меня По обвинению В убийстве Которого я не совершал Но я был Палачом Вы убийца Я не виновен Я три раза Ударил незнакомого Человека Перерезал ему Артерии Все точно так же Как вы Описывали Не хотите Живы сказать Что в наше Время Все еще Живет Оракул Майя Это Совершенно Невозможно Блин Походу Зря Покажи руки Вы видели Этот символ Раньше Это символ Квечнетлана Палачи Вырезали Его себе На запястьях Прежде чем Совершить Жертвоприношение Значит Это правда Боже мой В кодексе Написано Правда Ну ты прикинь Для него Как для ученого Узнать Что это правда Вам нельзя Здесь оставаться В газете Которую читает Охранник Есть ваша фотография Он вас точно узнает Давайте пойдем Отсюда Я вам все Расскажу Правильно Правильно сделали Что рассказали Правду Он же ученый Ты представляешь Вот человек Всю жизнь Занимается Вот этим Изучает Я за карты Иду Если что Изучает Майя Вот эти все Жертвоприношения Богов И узнает То что Вот это правда Это не просто То что Что то возможно Было Когда то Давным давно Это не Спасибо за помощь Профессор Не сказки Что хана нам Что такое С профессором Нифига Клиренс Большой машины Это нормально Что нас Как неудача Я тебе клянусь Некоторые патриеты Тупо не работают Ну я нажимаю на кнопки Он Не фиксирует Я понимаю Что взрывы Машин делают Для красоты Но с хрена ли Машине взрываться Когда она врезается Об стены Не происходит же Никакого Сгорания С чего бы А за рулем Кто Просто у меня Ставится ощущение Что машины Сами едут Машины Сами едут Профессор В кодексе Говорится О приходе Ребенка Пророка Ответа На все Вопросы Жизни Оракул Убивает Чтобы найти Дитя Только А что он умирает Что он умирает Я его просто Толкнул Профессор Живой Надеюсь Просто Ну все Хана А вот А ракул Просто Что профессор Я же его Просто толкнул Он все так Занервничал Что ли Что ему плохо Стало Что Неизвестно Где Тридцать Первое Ноль первое Сорок градусов Это Минус Сорок Минус Сорок Минус Не Ну где-то В России Живут Минус Сорока И вполне Себе Хорошо И говорят Что он Нормально Так живется Но Я тебе Так скажу А нет Там не было Минус Сорок Написка Было Просто Сорок Ну Вишбаса Этот Майя Ходит Здрасте Мало Кто Может Противостоять Оракулу Что Ж В Тебе Особенно Хорошо Пас Хром Хром Все Объясняет Как Киберпанки 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 Нашей Вселенной Начало Всех Начал Тех Кто Не Обладает Она Наделяет Невероятными Способностями Я Почему Киберпанки Киберпанки Раз Уникальны Либо Ну Хотя Вы Немного Но Отличаются То Вы Учить Невозможно Как Успеть Как Успеть Сделать Все Я И так Максимально Быстро Понимаешь Киси Отстан Нелеть Акстить Фу Беги 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 А Чего Он бежит Это же Небо Настоящего Это Что У него В голове Хотя В голове То Он Себежит А Может Он Уже К Ножу Тянется Думает Как Себя Зарезать На самом деле Пантеру Очень Плохо Нарисовали Так Вот Не Совсем Понятно Что Это Бабуля Агата Но Как Слушай Слушай Внимательно Лукас Те Кто Стоит За Оракулом Ищут Маленькую Девочку Кристально Чистую Душу Которая Еще Не Воплощалась В Человеке Ее Появление Было Предсказано В древнейшем За всю Историю Человечества Пророчестве Это Девочка Из Твоих Видений Найди Ее Раньше Оракула И спрячь В Безопасном Месте Поторопись Времени Мало Они Уже Вышли На Твой След Бабуля Видишь Блин Помогает Нам А я На нее Горбил Я думал Плохая Бабка Ну Согласись Она Криповая Слепая Бабка Блин В кресле Каталки Которая Таро Таро Что-то Плохо Он Снова Тебе Убежал Сначала В музее Большая Ошибка Тогда В музее Затем В волне Так Вдобавок Ты еще И раскрыл Перед Ним Своё Лицо Правильно Правильно Казнить Его Теперь Я Не знал О некоторых Факторах Мои Владыки Каким Факторах Как Он Может Обладать Хрома Это Невозможно Бред Как Он Может Обладать Хрома Я Совершенно Уверен Что Обладает Вот Почему Он Отразил Мои Ментальные Атаки И успешно Скрывался От полиции Это Может Заставить Нас Изменить План Это Серьезно Да Очень Это Это Не Все Кто То Вмешался Что Это Значит Когда Ты Был С Ним В Волне Да Мой Владыка Кто То Отразил Все Направленные На Кейна Атаки И Защитил Его Это Не Был Один Из Нас Наверняка Нет Нет Я Думаю Это Был Кто То Еще Его Хрома Другая Другой Клан Это Невозможно Остались Только У нас есть враг Который Также Ищет Дитя Индиго Они Не Должны Найти Ребенка Это Была Бы Катастрофа Катаклизм Кейн На Их Стороне Или Они Его Просто Используют Он Ключ Он Видит Нашими Глазами Он Не Должен Найти Ребенка Ты Должен Решить Эту Проблему Определенно Я Уже Принял Меры Я С Ним Наверняка Разделаюсь Очень Скоро Не Разочаруй Нас Ты Можешь Ити Ну Жалко Что Ему Поверили Они Просто Убили Его Нафиг В качестве Наказания Не Да Это Мистика С другой С другой С другой Брат Убьет Оракул Церкви Маркуса Нельзя Терять Ни секунды Нужно Предупредить Его Иначе Ему Конец Он Посидел По-моему Он Посидел Подождать Карла Подмога Будет С минуты На Минуту Ни За Что На Этот Раз Я Собираюсь Взять Его Портье Поклялся Что Он Был В Своей Комнате Теперь Ему Не Уйти Надеюсь Этот Парень Не ошибся Когда Сказал Что Узнал Кейна По Фотографии В Газете С виду Он Такой Слепой Он Б Собственную Мать В Телефонной Бузке Не Узнал Мы Найдем Ответ В Комнате 369 Полиция А Это Весь Наш Номер Да Я Вообще Куртку Собирался Надеть Ну Походу Куртку Мне Точно Не Дадут Надеть Куртку У 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 в бежим что тупой делаешь и сел вылезай почему не хочет вылезти в окно ну-ка погоди погоди давай так вот сделаем обманем их как будто я через да встать ты козел блин почему он не хочет вылезти в 169 вот она я не понимаю что почему он этого не делает обратно было набрать отвечай маркус отвечай здравствуй чем могу помочь надо было телефон нажать ну песец песец а как в данном любом случае его грохнул ты же понимаешь это не тот номер будет 369 или он изменился после того как была сделана фотография или это не он черт возьми что произошло а уж как успокойся я думаю произошло небольшое недоразумение это не тот номер да наверное здесь на этаже есть еще один номер 369 наверное после 368 нет птичка улетела из клетки я найду его то я обещаю тебе давай пойдем а может был смысл в окно человек паук как он делал на чем он висел лукас думаю ты уже понял что я не шучу так что не задерживайся охренеть как он так быстро от брата к ней переместился и в парк попал как аттракционы 31 минус 26 градусов я надеюсь он не будет только в этой кофте который мы увидели он не будет расстегнут я иду к своей смерти в кепке минус 26 очередь что я прошел после того как вошел в ту забегаловку все эти события вели меня к этому я устал бороться устал все время бежать и скрываться я все равно проигрывал осталось сделать только одно попытаться спасти тиффани я решил больше не бороться со своей судьбой опять синяк сидит это короче не просто синяк да тиффани она наверху американский странно у меня такое чувство что я его уже где-то видел да да сушь может это оракул может вы какую ну реально это он какой-то парк и сайлент-хилл от угля спасибо камере я просто наугад бегу ты бегу непонятно куда-то бегу я даже не понимаю где она у меня ведет ворон да да а как-то откуда здесь электричество ну то есть видно же что он заброшенный никто не будет его просто так питать электричеством парк хотя тут лан тут мистика вон одна безопасность на первом месте запомни садясь от на аттракцион всегда всегда опускай эту защелку всегда особенно на американских горках потому что вывалишься капец голову сердишь убежь на какой-нибудь зигзаге у вас да вот это прям специально строили так ты сама позвонила такая она просто она она сама позвонила и это не бедет ловушка чувству тогда к ней не защитила страшно было кто это строил но на самом деле он так быстро сквозь и туда-сюда так хорошо он сам вперед нажимает я пол пол его пути с хочу и вперед нажимал кнопку это был легкий уровень сложности включать серьезно не средний я не представляю как это на сложном вообще проходит с особенно куты я как тем надо быть раньше делали игры сложнее определенный чем сейчас это для всех казуальчиков я ждал заставки а ее нет так ну деваху спасли не может не радовать наслаждайся поездкой на коняшках атак мы получили плюс 20 сразу минус 25 ну зашибись вот харя так оракул давайте за оракова поиграем он мертв владыки ясно отлично теперь ты должен как можно быстрее найти дитя индиго осталось мало времени ведение становится все яснее и яснее я почти обнаружил где она находится действует времени мало ребенок должен попасть к нам пророчество должно исполниться ты можешь идти зачем мне здесь куты я а потому что я я же глазами кейна смотрю видим что все поддерживаю все кончено теперь остается только ждать впрочем недолго отлично все прошло по плану я чувствую еще сигнал спинномозговая активность ему снится сон встань у опять за ребенка будем играть давайте короче уже за пацана в следующей серии поиграем огромное спасибо за лайк за подписку за просмотр за подписку в группу вконтакте в инстаграм ссылка в описании как ссылочка с прохождением на фаренгейт это мистика мистика короче давайте всем до встречи в следующей серии всем пока а 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